жена олега пшеничного юлия не видела своего супруга ровно восемь суток он провел их под арестом в спецприемнике сахарова поначалу юлия не знала где находится ее муж вместе с друзьями она обзвонила все отделы полиции и спецприемники вообще олег олега работа связана с командировками поэтому мы привыкли что он там уезжает на день на два на три на четыре ну вот так вот чтобы он был не в командировке и с ним не было никакой связи и первые же дни вообще не знали где он поэтому да это было тяжело когда ты просто не понимаешь что происходит и где этот человек никто не может тебе сказать когда стало понятно что многих задержанных на протестах людей увозят спецприемник сахарова юлия сразу же направилась туда еще не зная в какой олег камере повезла вещи и продукты отстояла на морозе огромную очередь чтобы муж получил передачу больше всего юлия боялась за здоровье своего олега ей не разрешили передать ему таблетки мы были здесь вот именно 3 числа целый день когда у них там был вот этот бунт крики и все и они на прогулке кричали здесь не было слышно ничего скорее всего видимо это вот дальние корпуса а бунте и о жизни 800 заключенных в сахарова олег пшеничный успел написать репортаж текст от руки на двух тетрадках он передал жене через сокамерника в репортаже олег рассказал как нарушались права арестантов как держали без воды в душной камере как без расписок отнимали телефоны и личные вещи как по три дня не выдавали мыло и туалетную бумагу как на четвертый день сахарова приехали правозащитники и жизнь в спецприемнике стала чуть более сносный я ничего не забываю а этим людям я не забуду это никогда потому что это полное беззаконие и унижение и оскорбление личного достоинства не только моего но огромного количества людей поэтому как забыть нет олег пшеничный не единственный журналист задержаны на протестных акциях 31 января по данному в динфо за решетку попало не менее 12 корреспондентов еще 10 были избиты силовиками